МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пять лет у меня была солевая зависимость, я ее курила, и изначально это все началось просто с желания похудеть. В прошлом я была спортсменкой, и у меня была нормальная жизнь, нормальное будущее меня ожидало. Но, к сожалению, за моим желанием похудеть, потом впоследствии пошли другие вещи, которые начали разрушать мою жизнь. Я начала терять зубы, начала терять отношения с семьей, с моим молодым человеком, я потеряла работу. И все, что меня окружало, превращалось в какой-то дурдом, я извиняюсь за выражение. Мои друзья начали садиться в тюрьму, какие-то умирали, какие-то друзья не проснулись. И самый последний момент, когда я поняла о том, что мне нужно уезжать в это место, о котором я уже знала, потому что у моей семьи есть знакомый, который здесь уже был на этом проекте и проходил эту программу успешно. Он очень хорошо отзывался об этом месте моим родителям. И я знала о том, что есть такое место уже. И вот у меня мой лучший друг выходит из 13-го этажа с обокно. Он покончил жизнь со самоубийством. И после этого я, наверное, поняла о том, что я больше не могу оставаться со всем этим дурдомом, в котором я нахожусь. Потому что я понимала, что я либо умру, либо я действительно сяду в тюрьму. Первое время наставники проекта постоянно находились с Полиной. От действия наркотиков девушка практически потеряла сон, была не в адекватном состоянии. Помогли забота и неравнодушие. А потом она постепенно приобщилась к труду. Сейчас обустраивает огород, научилась рукоделию. Занятие находится всем. Советую всем людям, которые сейчас в зависимости, которые вступили на этот плохой путь когда-то, я советую всем им приехать сюда и исправить свою жизнь к лучшему. Здесь реально есть исправление, здесь есть цвет. И здесь есть надежда, которую каждый ищет. Сейчас на территории свободы, как называют этот участок земли его обитатели, достраивается большой дом, где обретут пристанище женщины и девушки. Об этом в следующем выпуске патрульной службы.